В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно знать о жилищно-коммунальном хозяйстве. Смотрите сегодня в выпуске. В Новый год без коммунальных долгов, как в Самаре стимулирует должников. Раскрыть карты. Почему управляющей компанией выгодно быть прозрачной. Счет в нашу пользу. Как уменьшить расходы на коммуналку. Вспомнить все. Амнезию должников вылечат судебные приставы. По статистике, большинство многоквартирных домов губернии грешат утечками воды и тепла. Те, кто хоть раз заглянул в свой подвал, знают об этом не понаслышке. Причем управляющая компания не спешит изменить ситуацию. За все платят жильцы. Чтобы платить только за то, что потребили, а не за то, что потерялось, нужны общедомовые приборы учета. Такие счетчики энергии воды появятся в тысячи домов губернии в следующем году. На это облбюджет запланировал 300 миллионов рублей. Получить компенсацию за такой прибор можно только после его приобретения. Сегодня из 22 тысяч многоквартирных домов области решили вложить в современную систему контроля 20%. Вот сейчас представьте ситуацию, когда все многоквартирные дома, допустим, в городском округе Самара оснащены приборами учета. То есть все потери, которые на линиях идут сейчас, на трассах, да, они уже не будут учитываться. Сейчас они учитываются. Нам, если нет прибора учета, мы платим по нормативу, а в этот норматив включены потери. Общедомовые счетчики в соседнем Татарстане и Мордовии давно стали нормой. Самарская область только приступает к их установке. Главным в этом вопросе должна быть власть. Прежде всего, муниципальная власть. И во многих регионах львиную долю затрат брала власть. В том числе брались кредиты. И за счет потом экономии эти деньги возвращаются. Получить компенсацию на установку общедомовых приборов учета реально. Члены этого ТСЖ отчисляли на счет товарищества собственников жилья по 4 рубля за квадратный метр ежемесячно. В итоге за 8 месяцев накопилось 2,5 миллиона рублей. Поставили счетчик и облбюджет вернул им деньги в полном объеме. Кроме того, счетчик окупился уже за 5 месяцев. Хватило и на освещение, и на ремонт первых этажей. Все в компьютере, в этом вычислителе запоминается, также распечатывается. Оно уже работает как вещественный доказатель для субсоставляющей организации. Прибор умный, он помнит все даже за последние 10 лет. Его не обманешь. Но такая техника есть далеко не в каждом доме. Основное препятствие – цена вопроса. Минимум 400 тысяч рублей каждый. А если, к примеру, у ТСЖ несколько домов, то это уже миллионы рублей. Нас теперь уже не обманешь. Потому что, ну, очень просто. Как только появился счетчик, так сразу претензии на 25% сократились относительно тепловиков. Эти денежки, они показаны сегодня на нашем расчетном счету. Теперь ресурсникам не удастся списать свои проблемы старых труб и крыш на жильцов. Их бесхозяйственность никто не возместит. У них много работы. Чего только стоит поменять коммуникации на пути к потребителю. Со следующего года энергию, потраченную сверх нормой в домах без общедомовых счетчиков, облбюджет им уже не оплатит. В Самаре стартовала акция «В Новый год без долгов». Самарские коммунальные системы обещают отметить всех, кто погасит долги за коммуналку до конца декабря. Поощрят и тех потребителей, кто исправно платил весь год. Программу лояльности разработали и некоторые управляющие компании. Они обещают списать с пенежителям, погасившим накопившиеся счета до Нового года. Напомним, долг самарцев перед управляющими компаниями сейчас составляет более 3 миллиардов рублей. Причем треть этой суммы накопилась за уходящий год. Большую часть составляют долги за тепло и электроэнергию. Чаще всего люди не платят из-за низкого качества коммунальных услуг и регулярного повышения цен на них, отмечают специалисты. Бетонные стены и лампочка леча. Вот так выглядит временный офис нашего подшефного ТСЖ. В этих стенах вершат историю дома. Шесть лет ожиданий и вот долгожданные акты приемки. Владельцам не терпится приступить к ремонту квартир уже сейчас. Тем, кто вступил в ТСЖ с самого начала проще. Они давно получили права собственности через суд. Осталось подписать договор на обслуживание и начинать чистовую отделку. Те, кто пока не добился правды в суде, не спешат вступать в ТСЖ и заселяться. По суду квартира вместе с дорогим ремонтом может достаться другим. Вдруг я не выиграю или выиграю через 2-3 года. А когда я вступлю в члены, мне заставят платить за отопление, за свет или еще за что-то. Председателю надо деньги платить, бухгалтеру и всем остальным. Другие наоборот вступили в ТСЖ, но акт приемки решили подписать последними. Я еще раз зайду, посмотрю объект, абсолютно точно знаю, что найду там массу недоделок. Но я просто для себя оценю, то есть стоит оно, чтобы бодаться или нет. На очное голосование жильцы не пришли. Поэтому цену обслуживания каждой квартиры и зарплату председателя собственники подписывают заочно в любое удобное для них время. Первичный взнос – это 30 рублей с квадратного метра. Ежемесячный мы сейчас пока прикинули 18 рублей квадратный метр. Понятно, что эта цифра будет уточняться. У собственников возникли вопросы, сколько платить консьержке. 300 рублей в месяц – такую роскошь увидишь не в каждом доме. Сейчас начнутся в доме ремонты. Если не будет никто присматривать за лифтами, их просто убьют. Желание пораньше въехать в свое жилье заставило других пойти на компромисс с застройщиком. Акт приемки подписали даже недовольные. У нас были разбиты стеклопакеты, у нас не было там, ну как-то сорваны были батареи и вывернута дверь. То есть, конечно же, первое, что мы сделаем, это мы поднимемся, посмотрим, поставим железную дверь. Членам правления придется провести в этом временном офисе не одну неделю. Чтобы собрать больше половины подписей жильцов. Только после этого можно начинать ремонт. Это условие потолкнуло выбор еще 30 собственников. Они передумали и вступили в ТСЖ. Треть управляющих организаций, зарегистрированных в электронном ЖКХ, скрывает, сколько денег жильцов и на что потратили. Между тем, постановление правительства, установившее стандарт раскрытия информации, действует почти два года. Что утаивает управляющие компании и почему быть прозрачными выгодно в следующем сюжете программы. Развешивать объявления в подъезде – это вчерашний день. Практически все управляющие компании Самарской области, а их около 300, зарегистрировались в интернете. Но открыто общаются с собственниками квартир далеко не все. Жительнице этого дома повезло больше. Она может узнать об отключениях и проверках в любое время и с любой точки земного шара. Во-первых, это очень удобно, то, что можно не выходя из дома, проснуться в тапочках, подойти и посмотреть, что я смотрю, когда проводятся какие-то работы. Очень важно, допустим, они запутут отопление, когда запускали. Раскрытие информации – лучшее оружие против негатива. Экономить на этом не стоит, считает в управляющей компании «Ремжилуниверсал». Компьютеры, плата за обслуживание странички на сайте ГЖИ, а также своего сайта, на это уйдет гораздо меньше, чем на штраф в несколько сот тысяч рублей за неполное раскрытие информации. Объявления размещаем, допустим, проводим сейчас осенний осмотр. Мы размещаем объявления, что будут проводиться осенние осмотры. Желающие могут записаться и вместе с нашими инженерными работниками пройти, оценить состояние дома, соответственно, записать все. И потом мы это тоже выкладываем у нас на сайте. Здесь можно оставить заявку, допустим, написать свои данные, имя, фамилия, адрес, и чтобы получить какую-то помощь от них. В основном такая скорость пока под силом жителям крупных городов и некоторых районов. Причем основные пользователи электронным ЖКХ в сельских районах – молодежь. Десять муниципалитетов всего подключены в электронные ЖКХ. Вот это Богатовский район, Большечерниговский район, Волжский, Самара, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, Исоклинский, Кенельский районы подключены в этом году. В следующем году планируется подключить все оставшиеся муниципалитеты. Сайт обновляют два раза в неделю – всего от 20 до 30 пунктов, по которому нужно раскрыть информацию для каждого дома и не заходить за красные флажки. Защиту персональных данных никто не отменял. Какие начисления производятся по этому дому, какие услуги этому дому оказываются, то есть полный перечень услуг, какие расценки на эти услуги. Те, у кого нет доступа в интернет, могут получить информацию по запросу. Однако все больше жителей, в том числе и пожилого возраста, предпочитает осваивать компьютерную грамотность и получать оперативную информацию об отключениях, не выходя из квартиры. В условиях постоянного повышения цен на коммунальные услуги каждый из нас задается вопросом, как на них сэкономить. На самом деле уменьшить расходы на коммуналку несложно. Достаточно обратить внимание на то, как мы потребляем воду, газ, свет и даже тепло. Своим примером экономии делится молодая семья из Похвеснива. Маленькой Соне до вопросов экономии еще далеко. Малышка с интересом познает окружающий мир, хоть он и ограничен пока четырьмя стенами. Сделать так, чтобы ребенку в квартире было тепло и комфортно – забота мамы. В этот дом супруги Шахвалова въехали три года назад. К выбору будущего жилья подошли с особой тщательностью. Обращали внимание на исправные коммуникации, аккуратный фасад и ухоженный двор. Коммунальным хозяйством данного дома мы очень довольны. То есть, когда мы переехали, очень удивились то, что асфальтирована придворовая территория посадки. Здесь красивые цветы, много зелени было. Но дом сразу привинулся вот этим. Первым делом супруги поставили в квартире счетчики. Благодаря приборам учета квартплата уменьшилась почти на треть. Для молодой семьи это ощутимая экономия. Сейчас у современных людей вся здесь несплошная экономия. Где-то хочется на чем-то сэкономить. Не так много сейчас получается зарабатывать. По свету мы стираем больше ночью сейчас уже. То есть детские вещи и какие-то такие вот стирки. Глобально я уже откладываю на вечер, после 11 стираю. Если вот только по газу, мы планируем счетчик поставить. То же самое по воде. С этими сейчас щечками тоже удобно. Вот это уже ориентируешься на то, чтобы лишний раз воду не включать. Уже кран скрываешь, уже себя контролируешь, себя останавливаешь. Вышел из комнаты, погаси за собой свет. Это правило крохотной Сони еще предстоит выучить. А пока электроэнергию экономят энергосберегающие лампочки. Они у Шахваловых не только дома, но и в подъезде. Год не платил за коммуналку, ждив гости судебных приставов. Такая форма борьбы с амнезией должников приносит свои плоды. За 10 месяцев этого года была взыскана более полумиллиарда рублей. Впрочем, должников свои причины не платить по счетам. Какие, выясняла Алина Пригарина. Утро понедельника. Именно это время выбрали судебные приставы, чтобы узнать, как спится с злостными плательщиками Кировского района. Выбор пал на 5 семей. Каждая из них задолжала около 40 тысяч рублей. И это только начало. Всего в Самарской области судебным приставам нужно взыскать около полумиллиарда рублей задолженности. В это утро из пяти квартир удалось поговорить только с одной хозяйкой. По ее словам, долг она давно оплатила. У меня мама лежала в реанимации, поэтому мне было очень тяжело оплатить. Никто в мое положение, конечно, не вошел. Погашался долг. Ну, конечно, мелкими путями. По часу, по тысячу, по две. Но долг погашался. Об остальных должниках мы узнали от соседей. Здесь, например, собственники не живут. Но каждый вечер сюда возвращается их сын. Он не прописан в квартире и платить не желает. Приезжает он на машине, перночует его. Какого мнения о соседях мое? Ну, какого мнения, ну, пьют и мать, и отец пьют. В одной из квартир дверь нам открыли квартиранты и наотрез отказались общаться. По словам соседей, здесь давно сменился хозяин. Да, часть производства оканчивается с актом о невозможности взыскания. И только после того судебный пристав принимает решение, когда проверено все имущество, сделаны запросы в кредитные учреждения и не выявлено денежных средств ни на расчетных счетах, ни на лицевых. А получена информация о том, что должник не работает и не получает заработную плату либо пенсию, на которую тоже можно обратить взыскание. После возвращения дела управляющей компании дается три года, чтобы возобновить исполнительное производство. За это время должник может разбогатеть, но дожидаться приставов для этого совсем не обязательно. На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов для этого есть специальная кнопка – банк данных исполнительных производств. Нажав на нее, можно не только распечатать платежку, но и тут же ее оплатить, воспользовавшись электронным кошельком или картой. Стать хозяином в своем доме можете и вы, а наша программа вам в этом поможет. Пишите нам на электронную почту или ищите нас в интернете. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова